У нас многие думают так, ой, она там, Аллах кумикте седе, джай отругу рек, патшага харса шуго бумайда, ну и такие всякие разные слова, вот, и не понимают, почему же вот здесь спрашивают, почему цены на продукты растут, почему вот все так плохо, что нам делать, ну, в общем, всякую разную ерунду говорят люди, и не понимают, на самом деле, что все наша жизнь напрямую связана с тем, что мы не контролируем эту власть. По всем мире народ избирает президента, министров, депутатов, акимов областей, городов, районов, судей, и поэтому народ тогда контролирует власть, и все, все в порядке. А в нашей стране власть глухая, потому что народ пассивный, вот здесь идут тиктоки, и просто вот, что называется, сжигают время, а мы предлагаем изменить вашу жизнь фактически через месяц. Это не фантазии, вот здесь сейчас выйдут люди, начнут меня там кричать провокатор, фантастика и так далее. Я объясню, как можно изменить нашу жизнь за один месяц. Все очень просто. Вот смотрите, уважаемые друзья, в мире нефтяные компании платят своим сотрудникам в среднем 5-6 миллионов в тенге. 5-6 миллионов в тенге, у нас 200-250 тысяч. При этом вся нефть продается на мировых рынках по западным мировым ценам. А вы задумаетесь, почему наши нефтяники получают 200-250 тысяч тенге, а на западе получают 5-6 миллионов тенге? Потому что разницу между 200 тысяч и 6 миллионов в тенге ворует Назарбаев, Тукаев и их окружение. В год, если посчитать нефть, газ, металлы, золото и тому подобное, эта верхушка крадет минимум 30 миллиардов долларов. Что такое 30 миллиардов долларов? Это больше годового бюджета страны на 20 миллионов человек. Вот представьте, узкая верхушка, буквально их там Назарбаев, Тукаев и их там родственники, человек 200, наверное, в стране, 30 миллиардов крадут и по карманам рассовывают. А вы сидите, 100 тысяч тенге, для вас хорошая зарплата. Или говорите, цены растут, что делать? Что нужно делать? Перекрыть каналы воровства. Вот когда нефтяники будут получать минимум 1 миллион тенге, а в нашей стране несколько сот тысяч человек работает, вообще в нефтегазовой отрасли работает минимум полмиллиона. Вот представьте, зарплата 200 тысяч тенге, 10% подоходный налог, это 20 тысяч тенге. То, что получает бюджет страны. А когда бюджет страны такие деньги получает, эти деньги распределяются пенсионерам, врачам, всем бюджетным работникам, включая полицию. А если наши работники в нефтяном секторе будут получать минимум 1 миллион тенге, а это легко, потому что в мире 5-6 миллионов получают, то тогда бюджет 10% от миллиона 100 тысяч, то есть в 5 раз больше поступит налогов в бюджет страны. В 5 раз больше, это значит пенсии поднимутся, зарплату учителям, врачам. Минимальная зарплата в нашей стране можно сделать 500 тысяч тенге и никакие цены не будут расти ни на что, ни на какие товары, вообще ничего не будет расти. Потому что мы все импортируем, мы просто больше купим за рубежом товара и все. И эти все деньги обеспечены долларами США. Металлургические предприятия в мире получают 3-4 тысяч долларов минимум. Это приблизительно 2 миллиона тенге. И вот представьте себе, что в этих отраслях, в нефти, металлургии, угольной и других отраслях работает минимум 1,5 миллиона человек. Вот если 1,5 миллиона человек начнут средне получать миллион тенге, то их бюджет поступит от них в 5 раз больше налогов. Понимаете, да? Когда что? Значит в бюджете много денег. Вы получаете, вот где работает 1,5 миллиона человек в этих отраслях, в 5 раз больше свою зарплату. Эти деньги они начинают тратить внутри страны, покупать квартиры, одежду, ходить в кафе, в парикмахерские, в рестораны, в кафе. И эти деньги вливаются в экономику и в денег становится в несколько раз больше. А раз денег больше, любой товар, когда его много, цены падают, правильно? Ну, например, в банках денег мало и цены высокие, процентные ставки. При таком подходе больше 5% годовых ставки не будет. Вот здесь говорят лапша и так далее. Ну, вот сейчас мы вас всех пригласим. Я говорю простые вещи. И никто меня не смог опровергнуть, потому что никто и не опровергнет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!